ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, это все от бедности началось, потому что, значит, пластинка стоила там ползарплаты, а их надо было много иметь. Мы все писали на ленту, на телефон, естественно, а вот назвал мне обложку, потому что ассоциация какая-то в памяти была, я еще говорю, ну, как-то мне это нравилось, весело. Ну, и вот на все эти составы, там исходные, сложные данные, прочее, прочее. Причем, это имели пластинки в закрытом городе, ну, вот и Портово, но закрытый. Мы же имели вообще что-то месяц-месяц, понимаешь. Вы что, и в Лондоне забавал массу, одновременно. В зависимости от знакомств. Ну да, но я еще тоже нарядил там все такое в свое время. Ну, очень много всего. Некоторые мне страницы нравились, некоторые мне тут мелочи, это мне нравится. Желтый. Вот, едут красюки. Ребята. А сколько времени посвящалось этому? Вообще еще прикол, я себе пойму хомысли, что я, знаешь, знак протеста, совком время провожу. В это время как бы убивается. Ну, и там всякие кочегарные работы, типа, я в Портово, сейчас сумки чрезкрой. Вот, тогда работа. Время убивается, но оно убивается на поварь, собственно. Сам себя тешил. Там еще книжек много, поэтому... Во, я еще это глянул. Ну, вообще, старался, ну, как бы, это, стилистику диска, там, хоть здесь не квадратная бумага, как на диске, но все равно старался сбивать, плановать, чтобы... И шрифт старался тот же цвет, естественно, подбирать. Так что, пластинка сразу, ну, визуально, и в голове то же самое. Ну, конечно, блин, я считаю, детский, тяжелость. Вот, это вообще я на пляже рисовал, мне дали диск. Вообще, другой раз здесь диск дает на 2 часа, или там, на полдня. Надо же записать, перерисовать, время надо дать. Другой раз охоты даже нет рисовать. Ну, блин, диск отдаешь. И тут я, и на пляже, и на динамке рисовал. Дочка. Почему? Какого? Ого, ого. А, вот, Алискофер. Я сюда уже потом приду. Прикольно, да? Это я, кстати, вот. Давай еще скажу. Какой же это? Ну, вот, когда книжки писал, я дышал сюда. От 70-х еще. Ну, от 80-х. В чем вот это вот рисовалось, цветной, ну, фотографии. Видишь, черно-белый, потом другого масштаба, все это. Ну, и потом шариковая ручка, тут это не сотрешь крандашом. Все, сделал, привет, привет. Не вырежешь. В общем, кропотливая работа, как. Наверное, там зрение по корпусу тоже, на этом. Честно. Конечно. Ну, в основном так. Вот пока пластинка пишется, это все рисуется. Надо быстрее. Больше уже, знаешь, это уже и врачи. Это профессиональная музыка. Всякие приколы, как и Мерсена, видишь, джаз, возвращает молодежь. Обессиливает и притупляет в ее революционную сознательность. Следует со всей решительностью. Сохранить такие мелодии, которые звучат заунывые, проникнутся симметрализмом и печалью, которые пробуждают в людях неизменные чувства. Киммерсен, дом. У меня, кстати, дома есть, сохранились. Очень прикол. Джаз, вот его на него по себе. Представляешь, Киммерсен на эжитарке. Сколько времени ты продолжил за революции? Я вот пока с художниками не связался, а рисовал. Экспозиция начинается как бы оттуда, ну, вход парадной из той двери. И начинается с того, с чего я начал. Здесь вообще десятая, там, или сотая часть фонда моего. От этажного. Где-то в 88-м, в 89-м году я начал так все собирать, все картинки потом этих наших художников, которых обижали, которых называли неформалами, но коформисты, вангардисты, и которые в союзе не всегда могли свои работы показать. Но я с ними дружил, естественно, и, в общем, стал их показывать. Там, вначале, в Москве, его огромную выставку сделал, в 95-м году, во дворце молодежи, потом, там были всякие Америки, Японии, Немеции, Голландии. В общем, потом они, я понял, что, потом это буквально через год, через два, все прорвало. Я стал, я стал фундаментально собирать с целью создания музея современного искусства молодежи. Вообще, я 60-х, да, по-музыски. 60-е, начало 70-х, 70-х. Где-то в третьем году я уже начал это злиться. Народ, начали там все чепуху делать. Серьезные люди. Ну, мне, вот так вот, джазерок, в основном, наш, что-то, вот, дыхание больше нравится, ну, арт-рог, естественно. Ну, кто властейки в руках держал, сразу улыбается. Вообще, ну, кто, илона, это все, илона, это все, илона. Живая, с этой, ее остряков писал. Наслушавшись, от Узарова, я вам прощаю. Видишь, какие еще талончики тут сохранились? Действительно, в течение месяца на сахаре. Это я тут себя приколол, тоже. И ждет Джимми и Джанис, видишь, устроился, короче говоря. Штаны, свои, родные. Дорогой Владивосток, с Новым Готом, и с Рождеством Христом. Я люблю, кланяюсь, пески пошли в Владивосток. Да. Да. Продолжение следует...